Мы продолжим наш разговор о том, на что повлияло, как повлияло на ситуацию в Крыму подключение второй нити энергетического моста. Тем более, что к нам присоединится сейчас Сергей Диченко, эксперт энергетических программ. А пока давайте посмотрим комментарии министра топлива и энергетики Крыма Светланы Бородулиной и первой вице-премьеры Крыма Михаил Шеремет. Они говорят о том, что даже после декабрьского подключения очередных энергетического моста верные отключения в Крыму будут продолжаться. Мы рассчитываем то, что нормальная жизнедеятельность полуострова будет, когда у нас будет возможность обеспечить 1350 мегаватт. Я лично ориентируюсь на эту цифру. Графики будут. Мы будем стараться по максимуму обеспечивать временем энергоснабжения. Но в то же время в дневные часы мы сейчас проводим работу по выработке методики обеспечения промышленных предприятий. Сегодня платим или топим эти дизель-генераторы деньгами. И, как правильно сказал коллега, эффективность и стоимость это колоссальная. Безусловно, это не отразится никак не на населении, но нам надо минимизировать, потому что дизель-генераторы по техническим условиям, они рассчитаны на определенный срок работы. Например, 6 часов отработали, полностью сливаются, меняются фильтры, проводится регламентный ремонт, после опять запускается. Но еще раз, эффективность их это только исключительно в режиме ЧАЭС. Итак, Юрий, давайте продолжим. Как подключение второй нити энергомоста сейчас сказывается на ситуации в Крыму? Сохраняется ли там энерго-дефицит? Ну, действительно, надо понимать, что все-таки другая черга первой линьи, вона даст возможность протягом наступных двух-трех тижнів довести передачу электроэнергии с стороны Российской Федерации на Крым действительно до 400 с хвостиком мегаватт. Почему это не удастся делать сразу, так как, в принципе, и первую линью наращивали поступовую потужность, потому что это проводит длинный период диспетчеризации, то есть, если так просто сказать, объединение двух энергосистем Кубани, Краснодарского края России и, соответственно, Крыму. И после этого надо понимать, что будут сбережены отключения, то, что мы только что почули в эфире, в первую очередь через то, что в Крыму будут выводить, их уже вывели после начала дии первой черги, резервные эти потужности, на то они и называются резервные, оскільки они используются в определенный период, действительно проходят потом профилактические работы, они быстрее сношаются, когда они работают в базовом режиме, то есть, тривалий час. И я бы так сказал, что энергосист, потужность энергосиста, они будут фактически замещать тие резервные потужности, которые Россия использовала в Крыму, власне, Крым использовала под час отключения. И, в принципе, если до начала сечня, на середину они выйдут на уровень постачания десь 400 МВт, то по великому рахунку, десь они в Украине будут продолжать брать, ну, до 200 МВт максимум потужности через Каховська, Титан лінію электропередач, оскільки я знаю, что другие не планируют включать, и нет необходимости, потому что, в принципе, я бы так сказал, Крым, Россия взяла курс на то, чтобы дейсно минимизировать співпрацю в питании кримпоставок электроэнергии, и по великому рахунку, они дейсно будут обеспечивать себя власными силами, но надо понимать, что процесс диспетчеризации будет все равно триваться еще дольше часа, даже далеко, я думаю, не до квитня, и травня месяца, как это говорит президент России Путин, я думаю, что это будет затягиваться на рік, а то не эти двух лет в часу, это, я говорю, про весь энергомист, это показывает досвиды других стран, которые так же будут действовать. Крым, мне необходимо записаться терпением, потому что эта ситуация будет решаться еще очень. Я думаю, что еще два года они будут, ну, меньше и меньше, и меньше, от протягом до кинца этих двух лет, умовно поставим такий термін 2017 рік, будут ввели отключения, у них будут обмежения электропостачания, но они это как бы перетерплять, я так понимаю, плюс, как бы, снова таки, и с введением в дию другой черги энергомоста, уже чтобы 800 МВт было, то просто тоди этих отключений, обмежений будет меньше. И действительно, как я знаю, сейчас они и работают над тем, чтобы восстановить электропостачание для промышленности, потому что вона сейчас, в принципе, у них страждая, ну, по значимости после населения, как это социальный фактор, ну, как другой, таки, более значимый фактор, оскольких промышленности, все-таки, гроши для них, это работа людей, там, доходы. Сергей Диченко, эксперт энергетических программ, присоединился к нам. Здравствуйте. Согласны ли вы с вот этим прогнозом, что запуск окончательного энергетического моста может затянуться до 2017 года? Да, тут проблема какая? Основная. То есть, в принципе, там, необходимое количество ниток, конечно же, можно бросить гораздо раньше, но, значит, энергосистема Крыма, она вообще рассчитана на получение электроэнергии с Украины, то есть, ее надо развернуть соответствующим образом. Собственно, вот этот процесс сейчас идет. Вот этот разворот, как легче объяснить нашим зрителям, чтобы они понимали, о чем идет речь? Ну, необходимо создать соответствующую топологию линий электропередачи. То есть, электроэнергию необходимо распределять. Должны быть магистральные линии, должны быть подстанции соответствующие и так далее. То есть, рассчитано вообще все было на то, чтобы электроэнергию получать с энергосистемы Украины. Ну, так, в принципе, создавалось оно еще при Советском Союзе. Вот. Поэтому, необходимо создать необходимое количество подстанций, модернизировать старые соответствующие линии, проложить и так далее. В принципе, эта работа уже велась. Так что, вот, и энергомост, и новые стадии, это все уже... Но мы расскажем, российские вести госзакупок, там мы видели. Она закончена не была, и поэтому, вот в этом, собственно, и проблемы, что сейчас энергосистема все равно функционирует в полуаварийном режиме. И вот недавняя авария на первой нитке, которая была, ну, в общем-то, об этом и говорит, что в непроектных режимах все работает, и, соответственно, перегружено. Значительная часть электроэнергии вырабатывается на дизель-генераторах, которые к этому делу тоже не приспособлены. Поэтому, соответственно, надежность системы сейчас на очень низком уровне. И, в общем-то, что чревато дальнейшими авариями, отключениями, ограничениями. О чем, собственно, и говорят чиновники, более-менее ответственные крымские, что все равно будут ограничения и подача по 4-6 часов во многих районах еще достаточно долго. То есть, прогноз Укрэнерго о том, что вот на создание топологии уйдет до года, а то и два. Судя по тому, что нам пишут крымчане, там действительно некоторые дефициты электроэнергии есть, но там, где сейчас до сих пор электроэнергия подается по графику, там уже графики часто более щадящие. Если раньше было 4 часа в сутки, в некоторых населенных полках, в некоторых не было совсем, то теперь есть. Я вот о чем хотел спросить. Может ли Крым действительно сейчас покрывать свою потребность в электроэнергии? Нужна ли вот эта вот линя Каховка-Титан, которая сейчас включена, насколько я понимаю? Вона потребна для крымского содового завода, еще для одного завода, и практически больше вона по великому рахунку для них не будет отгравать роли. То есть сейчас в дейсной ситуации они, конечно, берут частину потужности и для внутренних своих потреб, распределяют ее, но в перспективе, я вам скажу так, насколько я знаю, через рік часу там просто уже заплановано, так оно и будет. Будет просто цей от не міст, а наша линя Каховська-Титан, вона буде використовуватись максимум до 100 МВт, будет закрывать просто потреби цих двух заводов, и плюс будет это все визначаться перетоками. Я чему так скажу, потому что я просто когда слушал сюжет, я просто згадал, как до 1 грудня, или 2, когда Путин вводил первую линю, мы помнимаем, я была помилкова позиция все-таки Украины в том плане, что это не визнавали. Моста не было, сказали, что его никто не побудовал, все это фелькина грамота, а выявилось, что россияне действительно провели работу, то, что Сергей действительно, они працювали в этом направлении. Мы отслеживали, как ходят китайские кабели укладчики в Кешетском проливе. А у суспільцев была такая думка, что этого всего нет. И это, до речи, помилка, потому что мы, на мою думку, втрачаем все-таки то и ресурс. Как раз таки экспертное сообщество говорило о том, что Энергомост таки реальный. Транспортный переход через Кешетский пролив там очень много. Соответственно, то, что вы питали Сергея, дейсно, если просто пояснить, то по великому рахунку ТП от Украины электроэнергия не будет поставить. И нужно разраховать, полностью сбалансировать, сколько будет выработаться электроэнергия в Краснодарском окрае, Ростовская область. И, соответственно, сплановать таким чином, чтобы эта электроэнергия потрапляла правильным чином в соответствующих обсягах образно качается по годину, по денну будет расписано. И как она будет распределяться? Вот, раз мы уже заговорили о генерации, если послушать все обещания крымских властей, если послушать все обещания кремльовских властей, то в Крыму собираются построить генерации, которые Крыму должно хватать, а по некоторым обещаниям даже в избытке должно быть этой электроэнергии. В то же время говорят о том, что создается какая-то генерация вводится в эксплуатацию энергоблока Ростовской атомной электростанции. Что будет в итоге? Ростовская АЕС, до речи, они будуются по планах, просто они зараз, я кажу, эта ситуация, вона дала возможность, розумієте, в Росії, насколько я знаю, было двое группы. Група, яка так сказала, что надо лояльно, поступово решить вопрос Крыму, не нагнетать, а и были такие радикальные, в том числе, я, наверное, хотела на этом заработать, и они сказали, давайте швидше это сделаем, мы выделим максимум денег, как бы, кинемся остальными силами и это все реализуем. И поэтому, например, прискорюют выделение и сближают гроши, например, на четвертий блок Ростовской АЕС, вона, действительно, будет часто использоваться для потужности поставления электронной энергии в Крым, и плюс на Таманском пивострове. А то, что, вы, до речи, правильно говорите, Крым сам будет выделить электронную которая вам нужна, это действительно, это Симферопольская и Симферопольская ТЭС, и там идут уже несколько, я знаю, работы по полной программе. Знову же таки, это то, что эта ситуация дала возможность открыть, как бы, так сказать, в окно финансирования, в окно возможностей. Оце, я думаю, что это просто приведет, повторюсь, через два года мы просто будем электронную в Крым постачать перетоками. То есть мы, фактически, не будем ее продавать, потому что сейчас, до речи, контракт выполняется, они нам платят за электронную, за ту, яку мы постачаем по тей линии. Сергей, а ваше какое мнение? Действительно ли Крым достигнет того уровня собственной генерации, о котором говорят сейчас в Крыму власти? Да, конечно. Дело в том, что это произошло бы и в ситуации без отключения. То есть, в принципе, там были программы, они планировали к 2017 году это сделать. То есть, и там и мост был запланирован, и для строительства двух тепловых электростанций. Они просто сейчас быстрее это делают, поэтому для Украины это вопрос год-два, и все. Все равно, рано или поздно это бы произошло. Тут надо понимать, что для Украины это имеет политическое значение. То есть, в общем-то, продемонстрировано, что Украина не смирится с плавным признанием Крыма российской территории, будет отстаиваться интересы. Это важно. Я думаю, что в этом контексте те затраты, которые мы понесем от недополучения денег, от поставок электроэнергии в Крым, они незначительны. С политической точки зрения это важный момент. То есть, продемонстрировано всего мира, что проблема существует, заговорить ее не получится и разменять на какие-то там проблемы. Решения с Россией проблема тоже навряд ли получится. Поэтому, я думаю, что это вот в этом контексте это момент существующий. Я бы хотела вернуть один момент, который интересный, как то и линцюжок, про который я сказал, который можно было впливать на Крым. Частково, безусловно, потому что я, например, не належу к оптимисту, кто верит, что Крым повернется в Украину, на жаль. Но Международный суд ООН, который мы так и не подали, до речи, еще до сих, этот фактор, что мы постичаем в Крым будь-что, будь-якие там продукты, культурные звездки, электроэнергию, это, насколько я знаю, это бы расследовалось как важливый фактор. Да, я согласен абсолютно с Сергеем, что это вопрос было решено в России, что рано, или полгода, р год, два, три. Здесь, смотря, с какой точки зрения смотреть, стакан либо наполовину полный, либо наполовину пуст. Можно говорить о том, что Украина прекратила поставку электроэнергии, а можно говорить, что Украина поставляла электроэнергию в Крым полтора года, а в оккупированный Крым. Мы же смотрим, что суд будет триваться далеко, не 10 лет. Я вам скажу, что за невеликой территории, там в Латинской Америце, там за шельф, там суди триваются по 20-30 лет. Тут вопрос, честно, я вам скажу, что лет 50, это минимум. Если мы действительно захочем ввязаться и бороться правым методом, как мы слышали, как сегодня, когда говорил президент Порошенко, что любыми правыми методами международной спланировали. Ну, интересно будет посмотреть на эту борьбу, за тем, что происходит с вышками Черноморнефтегаза, которые обнаружились вдруг внезапно на Одесском месторождении, которое находится всё-таки ближе к Одессе, чем к берегам Крыма. Ну, вот мы показывали прямую речь тех, кто называет сейчас в Крыму властью. Это Шеремет и чиновница, которая сейчас отвечает, Бородулина, я фамилия, да, Светлана Бородулина, министр топлива и энергетики Крыма. Вот они говорят о том, что верные отключения останутся, они говорят о том, что генерация безумно дорогая и вот эта мобильная генерация, она ещё неудобная, потому что должен быть определённый технологический цикл эксплуатации этих генераторов. Так вот вопрос, долго ли ещё Крым сможет выдерживать вот этот режим чрезвычайной ситуации? И насколько дорого обходится эта чрезвычайная ситуация Крым? Ну, напевно, в первую очередь, тому и кинули такие сусилля на энергомис, чтобы это фактично на первом этапе это подстраховало ци мобильные резервные и газотурбинные станции, и тепловые, и дизельные дизельные станции. Далее они будут просто виводить их в резерв, власне, давать им відпочиваться, если так просто, скажем так, и будут добудовывать Севастопольский и Симферопольский тест. Это их основная надежда, потому что далее им Симферопольский и Севастопольский тест, плюс власный виробник, который сейчас есть, им даст возможность довести до 1000, 1100 МВт, и плюс будет энергомиск на 800 МВт, который можно будет использовать на полную потужность. Я говорю, далеко, он даже через 2 года не будет работать на 800 МВт, он будет в лучшем випадке на 600 МВт это именно если будет такая потребность. И потом просто они выйдут на такие свои Впереди зимний период, который может быть на самом деле очень сложным, потому что неизвестно, какими будут погодные условия в Керническом проливе, они зачастую бывают сложными. И понятно, что на зимний период работы по налаживанию этого энергомоста они приостановятся. А тем не менее в Крыму возрастет потребление электроэнергии. Там, в принципе, Крым завжди был теплым местом и только в певные периоды, когда в Украине было даже холодно, потому что циклоны йшли. Поэтому, действительно, когда там будет, например, мороз минус 10, это критичная ситуация для Крыма, для Ялты, например, то в такие ситуации, я думаю, что будет повторение просто початкового периода энергодефицита, когда выключили, только когда энергоопоры там взорвали или поройнували, и они впали, и тогда, и, фактически, Крым опинився так, что они обеспечивали себя в этом лучшем упадке на 40%. Это возможно для такого, но, опять же, это будет только на определенный период. Спасибо. Я надеюсь, что мы внесли некоторую ясность в эту ситуацию. Я напоминаю, что у нас в гостях были Сергей Диченко, эксперт энергетических программ, и Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований. Редактор субтитров А.Семкин